МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В педиатрическом отделении Шелиховской больницы осенью завершится капитальный ремонт. Сегодня медучреждение посетил глава региона, как и еще решения приняты по итогам поездки Сергея Левченко в город Металургов. Очередное нападение на врачей нетрезвый ангарчанин угрожал оружием фельдшеру скорой помощи, как задержали злоумышленника. Семейный подряд в Слюдянском районе раскрыто убийство на заправке. Преступление совершили два брата, что толкнуло их на этот шаг. Он погиб при исполнении мемориальную доску полицейскому Анатолию Филиферову открыли в Черемково. О подвиге героя расскажем в эфире новостей сейчас. Капитальный ремонт педиатрического отделения Шелиховской районной больницы будет завершен в октябре. Об этом сообщила губернатору Иркутской области Сергею Левченко, главный врач учреждения Оксана Вильм. В ходе рабочего визита глава региона также посетил ряд заводов, встретился с местными жителями, что попросили у губернатора первостроителей города Металлургов. Знает Туяна Немаева. Из старого останутся только стены. Все остальное будет обновлено. Шелиховскую детскую больницу капитально ремонтируют впервые за 60 лет. На эти цели из областного бюджета выделено более 32 миллионов рублей. Сейчас рабочие укрепляют стены, а затем приступят к замене кровли, дверей, окон, всех коммуникаций и пристроят теплые тамбуры. Работу завершат к 27 октября этого года. В Шелиховской детской больнице будет не только проведен капитальный ремонт, но и сюда поступит новое оборудование, мебель, инвентарь, игрушки. Все будет выполнено в ярких тонах, чтобы детям было максимально здесь комфортно. Этот стационар рассчитан на 30 коек. На время ремонта дети размещены в хирургическом отделении районной больницы. Ход работ на объекте сегодня проверяет губернатор Приангария Сергей Левченко. Раньше медучреждение находилось в запущенном состоянии по многим направлениям. По поручению главы региона были проведены кадровые перестановки. Назначен новый главврач. Выделены средства на покупку современного оборудования. Здесь будут установлены новые рентгенаппараты. Дополнительно открыты кабинеты неотложки и забора крови. Будет работать ПЦР-лаборатория. Оптимизирована работа регистратуры. С нами проводится также работа подготовка помещения под компьютерный томограф, который будет поставлен 17 октября. Аукцион сыгрался 17 августа. Далее глава Приангария отправляется во дворец культуры Металлург на встречу с жителями. По их обращениям, которые поступили в адрес замначальника управления губернатора и правительства Иркутской области Александра Гоголева, была назначена поездка в Шелихов. У первостроителей города Металлургов немало вопросов. В первую очередь по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Будет ли для нашего города продолжение этой программы? Она будет продолжена, но с 2019 года. То есть в 2018 год будет определенный перерыв. Но я думаю, что нам нужно его использовать для того, чтобы наработать проекты. Также звучат вопросы о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса, о судьбе поселка Чистых Ключей и многое другое. А жители домов по улице Известково, в основном дети-сироты, которые здесь получили квартиры, просят Сергея Левченко построить дополнительную детскую площадку. Необходимость есть. Здесь проживает 104 ребенка. Та, что есть, не вмещает всех детей. Для детей с велосипедами трассу, чтобы они там катались, потому что здесь очень большое движение и страшно гоняют сильно. Губернатор дает поручение, чтобы в ближайшее время завезли сюда детские сооружения, а в перспективе вокруг домов сделать велодорожку. В ходе рабочей поездки губернатор посещает ряд промышленных объектов. На Иркутском кабельном заводе рассказывают, предприятие входит в пятерку крупнейших кабельных заводов России, выпускает продукцию в соответствии с мировыми стандартами. А на Иркутском алюминиевом заводе Сергей Левченко осматривает электролизный цех и литейное отделение, где ему демонстрируют образцы готовых изделий. Мощность завода составляет 400 тысяч тонн алюминия в год. Предприятия работают достаточно устойчиво. По сравнению с многими городами и районами Иркутской области, здесь основные предприятия, Иркас и кабельный завод работают. Конечно, постепенно в связи с модернизацией сокращают коллективы понемногу каждый год. Но где работать, здесь в городе есть. Поэтому город в этом плане не депрессивный по сравнению с рядом городов, где предприятия закрыты. Руководство региона и предприятия обсуждают реализацию системы частного государственного партнерства, вопросы налоговой отдачи от заводов и их социальные мероприятия, которые направлены на улучшение комфорта жителей города Металлургов. Туяна Немаева, Александр Барановский. Новости сейчас. Задержаны подозреваемые в убийстве женщины-кассира на заправке ими оказались братья 24 и 39 лет. Как пояснили в региональном следственном комитете, старший ранее судим за аналогичное преступление. ЧП случилось ночью 9 августа на АЗС Солзан в Слюдянском районе, где было обнаружено тело 51-летней женщины с огнестрельным ранением. Из кассы украдена выручка. Сумма неизвестна. По предварительной информации полицейских, мужчина заранее спланировал преступление. Для этого он изготовил оружие и подговорил участвовать в налете своего младшего брата. Сейчас оба находятся в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы. Трое детей чуть не погибли на пожаре в Иркутске. Двухэтажный дом горел в поселке Горького Ленинского округа. ЧП произошло в полдень. Это видео сняли очевидцы. До прибытия спасатели местные жители пытались ликвидировать пламя своими силами, но огонь перекинулся на соседнюю постройку. Прибывшие на место пожарные смогли отстоять постройку. Пострадал только фасад. Со стихией боролись более двух часов. Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания. Во время пожара в доме были дети, но они смогли выбраться самостоятельно. Пострадавших нет. По факту угрозы убийства фельдшеру скорой помощи региональный следственный комитет начал проверку. Инцидент произошел в Ангарске. События развивались следующим образом. 34-летний местный житель ворвался в здание, угрожая пистолетом фельдшеру скорой помощи. Женщина нажала тревожную кнопку. После чего сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника. Он был пьян после допроса. Его отпустили домой, пистолет изъяли. Для стрельбы он непригоден. Никто не пострадал. Более 70% детских садов Иркутска готова к началу учебного года. Из 131 дошкольного учреждения города уже больше 90 прошли приемку. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников оценил проведение ремонтных работ в детских садах номер 37 и 128. В этих дошкольных учреждениях выполнен капитальный ремонт крыш, заменены подмостки, проведено частичное асфальтирование прилегающей территории. В ходе выезда глава областного центра поручил провести ревизию прилегающей территории во всех детских садах, составить перечень площадок, которые нуждаются в ремонте, установке лестниц, обрезке деревьев. Кроме этого, будет сформирован и список дошкольных учреждений, в которых нужно привести в порядок фасады зданий. Мы как раз с руководителями УКС и Департамента образования будем в этом году составлять список тех детских учреждений, где в первую очередь требуется отремонтировать фасады. Но сами видите, по окнам есть вопросы, есть вопросы по детским площадкам, есть вопросы и более серьезные, есть такие у нас безключения, так что будем продолжать работать. Всего на проведение капитального текущего ремонта в детских садах Иркутска из городского бюджета было выделено около 200 миллионов рублей. Различные виды работ проводились в 90 дошкольных учреждениях. Буквально через несколько минут вернемся в эфир, и вот какие темы ждут вас далее. Он отдал жизнь в борьбе с преступностью. Память младшего лейтенанта милиции вековечили в Черемково об открытии мемориальной доски в одном из материалов выпуска. В слоях краски святой лик в Тольцах восстанавливают икону Иоанна Богослова. Как изображение попало в архитектурно-этнографический музей, знают наши корреспонденты. На Невском пятачке экспедиция с Приангарии обнаружила останки семьи советских солдат, их захоронят в городской могиле. Какие еще находки нашли на полях сражений. Мы продолжаем. Более 200 дворов будет благоустроено в Иркутске по программе формирования комфортной городской среды. Об этом сообщила председатель комитета городского обустройства администрации города Елена Федорова во время о горячей линии, которая прошла в газете Иркутск. На нее поступило несколько десятков опросов. Они касались процедуры включения того или иного пространства в программу, состояния городской инфраструктуры, проведения работ по благоустройству областного центра. Напомню, в этом году Иркутску из федерального и областного бюджета выделено чуть больше 200 миллионов рублей. На эти деньги в порядок будут приведены не только дворы, но и 13 общественных пространств. Самый высокий проходной бал во время приемной кампании зафиксирован в Байкальском государственном университете. Отметка достигла 73 пунктов из 100. Сравнительный анализ проводился среди вузов Иркутска. Какие специальности наиболее востребованы у вчерашних школьников? Расскажем в следующем материале. Своё рабочее место – трудовой стаж два года. Для студентов журфака – это высшая награда за успехи в учении, а для 18-летней Александры Беникова – это наоборот – пропуск в университетские стены. Девушка занимается мониторингом региональных телевизионных программ в информационном агентстве «Сибирские новости». Ежедневная практика помогла ей сдать вступительные экзамены в Байкальский государственный университет на заветные 100 баллов. Когда я пришла писать первый вступительный экзамен, с темой было современное телевидение. И так как я работаю с телевидением буквально каждый день, мне было достаточно легко подобрать примеры именно из сюжетов, которые я отсматриваю каждый день, и описать то, что действительно существует на современном телевидении. В Байкальском государственном университете девушку привлекла возможность изучать восточные языки. Сдать экзамены на максимум было дело принципа. Конкурентов Александра обогнала почти на 20 баллов. В рейтинговом списке абитуриентов международной журналистики она первая. Конкурс на это направление составил 15 человек на место, однако и это не самый высокий показатель. Труднее всего было поступить на очную форму обучения управленцам. На некоторые программы этот конкурс достигал 56 человек на место. На программы управления персоналом, на государственное муниципальное управление это 46 человек на место. Ну а в целом 21 человек на место. Также нам удалось улучшить результаты среднего балла. Он достиг в этом году 73. И этот балл является рекордным по Иркутской области в целом и по региону. Прием абитуриентов на бюджетные места очной формы обучения осуществляется в этом году по 8 направлениям бакалавриата и по 3 специальностям высшего образования. Столь высокий конкурс и проходные баллы говорят о хорошей подготовке будущих студентов. А при качественном высшем образовании они станут высококвалифицированными специалистами в выбранной сфере. Анастасия Цыганкова, Светлана Никитина и Константин Синицын. Новости сейчас. В Черемхово открыли мемориальную доску в память о младшем сержанте милиции Анатолии Фериферове. Он погиб при исполнении служебного долга. В конце мая 1979 года Анатолий Фериферов вместе с коллегой Николаем Сороколатом вступили в схватку с тремя вооруженными преступниками. Во время их преследования Анатолий получил смертельное ранение. Его напарнику удалось и безвредить, и задержать всех нападавших. Почетное право открыть мемориальную доску предоставили начальнику местного отдела полиции и мэру города. Одно такое очень важное и нужное слово – память. Если мы будем помнить, если мы будем уметь гордиться и ценить то, что делали наши с вами предки, которые, не щадя жизни своей, защищали благосостояние, благополучие и спокойствие нашего населения, то, безусловно, наша страна будет жить несколько иначе. В последнее время, к сожалению, мы разучились помнить, разучились гордиться. Под звуки ружейного салюта присутствующие возложили цветы к мемориалу и почтили память своего героя-земляка «Минутое молчание». Анатолий Фериферов посмертно награжден орденом Красной Звезды, а в 1979 году улица 2-я Фрунзе города Черемково, где вступил в свою последнюю схватку с преступниками, герой-милиционер, была переименована в улицу имени Фериферова. Икона начала XVIII века появилась в музее Тальцы. Лик Иоанна Богослова передали в дар посетителей комплекса. За последние три века образ претерпел колоссальные изменения. Какая история скрывается за слоем краски, расскажет Галина Соболева. Предстоящий у креста Иоанн Богослов и неизвестный преподобный. Так называется эта икона. Ее история насчитывает три с половиной века. За это время изображение потускнело. Реставраторам пришлось осветлять краски, чтобы подготовить икону к экспозиции в архитектурно-этнографическом музее Тальцы. В холсте остались отверстия от гвоздей. Возможно, эту святыню использовали в качестве картины, хотя точно ее историю установить не удалось. Специалисты говорят о том, что это очень редкая икона, она относится к XVIII веку. Он выполнен на холсте, предположительно, он выполнен из конопли. Краска, характерная для XVII века, это масло с использованием яичного желтка. Но судьба, конечно, этой иконы нам доподлинно неизвестна. Она явно была больше по размеру. Лик в дар музею принесли местные жители. Борозды осыпавшейся краски специалисты решили не восстанавливать. Это часть тяжелой судьбы иконы. Сейчас святыня уже расположилась в Илимской Казанской церкви конца XVII века. В былые времена здесь хранился далеко не один образ. Первоначально потолки здесь были не накатные, а сводчатые. И вдоль сводчатых потолков, вдоль крыши, были размещены иконы. Иконы здесь в Иркутске не писали, не было иконописцев. А их везли с Тобольска. Там их на холсте, на грубом писали и везли. И вот так вот размещали. Историю иконописи Сибири, как и ее основные каноны, теперь будут изучать при помощи этого экспоната. Кроме того, святыню откроют и для преклонения верующих. Галина Соболева, Евгений Шарипов. Новости сейчас. Иркутские школьники обнаружили останки семи советских солдат. Бойцы поискового отряда «Искатели» вернулись домой из экспедиции, которая проходила в Ленинградской области на Невском пятачке. 14 человек, из них 10 школьников и четверо взрослых, провели в поле чуть больше месяца. В экспедицию они отправили 6 июля и вернулись 3 августа. Возраст бойцов от 14 до 23 лет. В ходе работы они обнаружили личные вещи солдата и останки семи защитников Отечества. Установить личности погибших поисковикам не удалось, поэтому они будут захоронены в Ленинградской области в братской могиле. К сожалению, установить имена данных солдат не представилось возможным, поскольку медальонов ни с одним солдатом не было. Один солдат был с капсулой, ну, с пеналом для медальона, но, к сожалению, вкладыша в нем не оказалось. Очень интересная находка, поскольку медальон находился вместе с мундштуком. Мы предполагаем, что вот этот вкладыш был просто-напросто скурен солдатом. Вообще сложно там погодные условия, копать, глину тоже очень сложно, дрова носить. У нас дрова мы добывали на зольнике там за дорогой, там бревна такие толстые, сосна носили сухие, это очень сложно. Поначалу я очень сильно радовался тем же самым осколком, гильдом, но потом у нас знакомый мой товарищ нашел медальон, он подумал, что эти осколки ни о чем. Потом я начал находить кости, я очень радовался тоже, потому что кости все-таки человеческие. Однако домой участники экспедиции приехали не с пустыми руками. Поисковое объединение Святой Георгии из Санкт-Петербурга передало бойцам вещи рядового Матвея Мажукина. На фронт он был призван из Приангария и погиб в 1942 году. Совместно с поисковым отрядом из Уссория Сибирского бойцам удалось найти дочь героя. Сейчас она живет в Ангарске, в ближайшее время ей передадут вещи отца. Четыре серебра и одна бронза велогонщики Иркутской области пополнили командную копилку наградами на всероссийских соревнованиях. В Твери на дистанции в 40 километров в гонке критериум третье место занял Уссальчанин и Евгений Якуба. В Воронеже отличились наши спортсменки Татьяна Шаманова и Анастасия Пляскина. В парной гонке они пришли вторыми, уступив только одну секунду золотым соперницам. Серебро на той же дистанции на чемпионате России взяли юниорки Ксения Шаманова и Валерия Неконорова. Смотрите наши новости на сайте 3wstv.ru, а также в группах социальных сетей Instagram, Facebook, ВКонтакте. Комментируйте материалы и предлагайте свои новости. Все социально значимое или просто любопытное мы непременно покажем в эфире. Телефон редакции прежней 33-43-62. У меня к этому часу вся информация, далее прогноз погоды. Оставайтесь на Аисте. До встречи.